Аортоостеальные сужения По статистике порядка 5% коронарных интервенций проводятся в зоне аорто-коронарных сужений. Стеноз почечных артерий – известная причина реноваскулярной гипертонии. Аортоостеальная локализация наиболее часто встречается при стенозе ренальной артерии. В половине случаев имеют место двухсторонний стеноз почечной артерии. В возрасте после 40 лет наиболее частой причиной остеального стеноза почечной артерии является атеросклероз, а в молодом возрасте – фибромускулярная дисплазия сосудов. Когда мы говорим о патологии аортоостеального сужения, в большинстве случаев ведущей причиной является атеросклеротический плак. Первично он, как правило, расположен в аорте и распространяется на остеальный сегмент исходящего сосуда. Аортоостеальное сужение может быть результатом аортита – аортального воскулита. Например, аутоиммунного воскулита такаясу. Приведенная коронарография аортоостеального сужения ствола у молодой женщины с данной патологией. Радиационное повреждение кардиоваскулярной системы включает васкулопатию, тяжелую кальцификацию аорта, так называемая порселонаорта, с развитием гемодинамически значимых аортоостеальных стенозов коронарных сосудов. Представлена коронарография женщины, прошедшей радиационное лечение по поводу рака молочной железы в молодом возрасте. Развитие стеноза в области хирургического аностомоза между аортой и коронарным шунтом может быть следствием несовершенной хирургической техники, результатом дегенеративной болезни шунтов или следствием прогрессирования атеросклероза аорты. Одним из серьезнейших и опаснейших осложнений является диссекция аортоостеального сегмента, связанная с интубацией сосудокатетера. Развитие диссекции может быть результатом прямой травмы остеального сегмента, отслаиванием внутренней оболочки сосуда после введения контрастного вещества. Наличие аортоостеального стеноза, введение контрастного вещества с большой силой, ситуация, когда конец катетера направлен не интралюминарно, а уперт в стенку сосуда, предрасполагает к развитию диссекции. Перед введением контрастного вещества критически важно оценить форму кривой артериального давления. Снижение артериального давления, его вентрикулизация, веджинг свидетельствуют о некорректной позиции катетера и выраженном остеальном стенозе и является противопоказанием для более глубокой интубации и введения контраста. Диссекция в области коронарного синуса с распространением на коронарной артерии нечастое, но потенциально опасное осложнение. Такая диссекция может распространяться ретроградно и достигать дуги аорты, исходящие из нее сосуды, либо антиградно и далее на коронарные сосуды. Встречаются ограниченные диссекции, имеющие спонтанную резолюцию. Аккуратное обращение с катетером и постоянный контроль за формой кривой артериального давления предотвращают развитие такого рода осложнений. В эру транскатетер имплантации аортального клапана, тавипросичия, появился еще один механизм закупорки аортоостеального сегмента. Так называемый джейл-дефект. В переводе приблизительно означает заточенный, заключенный в камеру. Аортоостеальное закрытие коронарного сосуда является результатом прижатия стентовой конструкции, створок собственного клапана, маскация атеросклеротических аортальных бляшек и разрывов интимных. К развитию этого осложнения предрасполагает низкое, близкое к аортальному клапану расположение коронарных сосудов. Особенностью аортоостеальных сужений является их физиологическое значение. Оно объясняется большой областью зависимой миокардиальной перфузии. Продолжительность процедуры определяет время миокардиальной ишемии, поэтому ограничено. Высок риск гемодинамических изменений в ходе инвазивного вмешательства и высока оценка возможных осложнений, таких как диссекция, разрыв, закупорка, перфорация, тромбоз, эмболизация. Основными свойствами аортоостеального стеноза является ригидность и резистентность к расширению. Рикоил после расширения. Эти свойства определяются самой патологией стеноза, высокой степенью фиброза и кальцификации в остеальном сегменте. Что же отличает дилатацию аортоостеального сегмента от другого типа сужения? Вектор давления на стенку остеального сегмента во время инфляции баллона направлен перпендикулярно стенке аорты. Отсюда сопротивление расширению и рекоил наиболее выражены именно при данной локализации стеноза. Данные свойства аортоостеальных сужений определяют необходимость тщательной подготовки сегмента для стентирования, выбору стентов с высокой радиальной поддержкой и проведение постдилатации. Особенности аортоостеальных сужений определяет спектр выбора технических инструментов. При проведении инвазивной процедуры большое значение имеет правильный выбор и манипулирование с гайдинг-катетером. Форма и свойства гайдинг-катетер должны обеспечить легкую и нетравматичную интубацию сосудов. Функция поддержки ограничена поверхностной интубацией сегмента. Визуализация артерии ограничена. Остеальное сужение, минимальная интубация, введение малого количества контраста. Гайдинг-катетер должен быть устойчив в двух позициях. В позиции минимальной интубации и в позиции свободного положения в аорте. Техника реинтубации должна быть проста. Время интубации ограничено снижением перфузии в большой меккардиальной области. Использование сайт-холл-катетер, имеющий дополнительные отверстия в дистальной части, может обсуждаться. Преимущество. Уменьшает риск остеальной диссекции, обусловленной введением контраста, недостатки хуже имиджинг. Форма кривой артериального давления не отражает позиции катетера. Риск остеальных осложнений требует тщательный контроль за формой кривой артериального давления и щадящего манипулирования с гайдинг-катетером. На примере диссекция остеального сегмента, спиральная диссекция правой коронарной артерии. При выборе коронарного вайра следует учесть следующие аргументы. Как правило, проведение вайра через суженный остеальный сегмент не представляет технической сложности. Исключения могут составить случаи полной закупорки сегмента или выпячивания ранее установленного стента из сосудового орта. Коронарный вайр должен взять на себя функцию поддержки, ограниченную гайдинг-катетер. Отсюда отдается преимущество вайрам, имеющие усиленный саппорт и суперсаппорт. Гидрофильный вайр, как правило, обеспечивает меньшую поддержку и легко выскакивает из сосуда при дислокации гайдинг-катетера. Техника второго вайра, бадивайр, обеспечивает дополнительную стабильность. Рекомендовано ввести коронарный вайр в гайдинг-катетер до интубации с целью экономии времени при проведении его в сосуде. Лижен препарейшн. Подготовка сегмента для стентирования является обязательной для этого вида сужений. Оно может осуществляться одной из принятых техник. Баллонное расширение, бадивайр, катинг-баллон, анджоскальп, атеректуми. Очень важно не пропустить сам остеум в процессе предилатации. Поэтому часть баллона предилатации должна находиться в аорте.